Я знаю, всем сейчас безумно интересно, сколько можно заработать на пульсе от Mail. Пульс же это такая площадка, которая может стать конкурентом для Яндекс.Дзена, а может и не стать конкурентом. Тут, конечно, зависит от множества факторов, перейдут ли авторы на новую площадку. Ну, судя по тому, как они недовольны Яндекс.Дзеном, скорее всего, многие перейдут туда. Будут ли платить на пульсе так же, как на Яндекс.Дзене? Вот, кстати, вот этот вопрос мы и разберём сегодня в этом ролике. Так-то, если платить не будут, то какой вообще смысл куда-то переходить? Ну, и, конечно же, многое зависит от того, как сам пульс будет относиться к новым авторам. Будет ли он пускать их на свою площадку? Не будет ли банить? Какие там правила на этой площадке? Ну, то есть, я вам уже показывал, что с орфографией меня довольно строго так побрили в первый раз. Если никто не смотрел этот ролик, вот в подсказках его прикреплю, посмотрите. Ну, а мы сегодня поговорим о самом приятном. О заработке на пульсе. Сколько можно здесь заработать? Платит ли он столько же, сколько Яндекс.Дзен? Может быть, больше? Может быть, меньше? В общем, это Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте «нравится» и мы начинаем. Начинаем мы с вводных данных. У меня нет длинного периода заработка, то есть, я на пульсе всего неделю. Неделю размещаю там свои статьи и, собственно, за неделю и могу показать свой заработок. Тут, конечно, есть одна небольшая проблемка. Дело в том, что эта неделя, она как бы такая, особенная. То есть, на этой неделе был Новый год. 31 декабря на 1 января. Это очень важная информация, чтобы вы понимали, до Нового года все рекламодатели вкладываются в рекламу, чтобы люди как можно больше покупали. А после Нового года начинается такой период затишья. Собственно, это на моей статистике и отобразилось. Но давайте я вам ее, в принципе, покажу, чего зря разглагольствовать. Вот у нас личный кабинет. Здесь это называется кабинет паблишера. Как вы видите, выручка за неделю. Вот это у меня выручка за неделю, потому что, как я уже сказал, на пульсе я неделю. Ну и вот здесь у нас стоит 7 дней. В общем, давайте смотреть, что у нас получается. 2395. График довольно неровный, ну давайте по порядку. Первый день понедельник. 260 рублей 78 копеек. Это, собственно, когда у меня начали крутиться первые 10 статей. Ну то есть, чтобы подключить монетизацию на пульсе, нужно написать 10 статей. И после этого только отправлять заявку на подключение монетизации. Когда мне ее одобрили, начали крутиться именно эти 10 статей. Причем одобрили мне ее не с самого утра, а где-то под вечер. Даже под вечер у меня получилось заработать 260 рублей. В этот день дополнительных статей я не писал, ну как бы и так 10 статей, куда еще. Зато во вторник написал одну статью, ну и во вторник доход вырос. Во вторник у нас 484 рубля. Довольно неплохой результат. На Дзене в первые дни вряд ли бы у меня так получилось. Ну и, собственно, на Дзене в первые дни я зарабатывал там сущие копейки. В среду опять же я написал статью, но в среду у меня доход опять немножко снизился. 378 рублей. Это у нас получается, что почти на 100 рублей меньше. Причем, заметьте, это у нас среда 30 декабря. То есть предновогодний день. И, собственно, вот 31 декабря я тоже пишу одну статью, но доход здесь 686 рублей. Что интересно, на Дзене был прям катастрофически низкий доход в этот день, а здесь прям вот он катастрофически высокий. Хотя катастрофически, наверное, не подходит здесь этот термин, но, тем не менее, 686 рублей 31 декабря. Видимо, делать людям нечего было, они сидели на пульсе и читали мои статьи. Но, счастье, такое продлилось недолго, потому что уже 1 января доход 180 рублей. К слову сказать, доход низкий очень был у меня и на пульсе, и на Яндекс.Дзене, и на Ютубе. Ну, то есть на Ютубе тоже примерно 180 рублей пришло. Никогда такого не было. Я про Ютуб, наверное, отдельный ролик сниму, покажу там, сколько получилось заработать за год. И покажу, вот, что получилось 1 января. Вот, ну, 1 января здесь у нас 180 рублей. После такого счастья я 1 января даже статью не стал писать. Ну, потому что никто, видимо, читать в этот день не хотел. 2 января уже чуть больше денег пришло. 197 рублей. Причем число посетителей увеличилось, но я вам сейчас покажу. Тем не менее, статью я одну опубликовал, не особо подействовало. И вот сегодня последний день, 3 января, конечно, день еще не завершился, но чуть побольше. 208 рублей. 3 января тоже одну статью опубликовал, тоже не особо помогло. Вот, что по читателям. Ну, то есть, кажется, что вот здесь вот одинаковое количество читателей было, но, тем не менее, это не так. Давайте посмотрим читателей. И вот мы видим, что действительно 31 декабря было больше всего. 1 января такое значительное проседание, да. Тут, если у нас было 8576 человек, то вот здесь у нас 3856 человек. Но 2 января число уже посетителей стало восстанавливаться. 5444. И 3 января чуть-чуть упало. 4681, но день еще не завершился. Тем не менее, даже вот если смотреть, здесь меньше человек, но доход у нас выше сегодня, чем вчера. То есть, реклама у нас в цене сперва упала вот на эти новогодние праздники и сейчас опять поднимается. То есть, я надеюсь, что завтра понедельник и опять рекламодатели начнут вкладывать деньги в рекламу. Ну, посмотрим, как оно будет. Вот у нас здесь отдельно просмотры. По просмотрам у нас вообще тут рост значительный. То есть, 6409 в воскресенье. По кликам тоже наблюдаем такую же картину. 5059 и на следующий день 5883. Ну и, собственно, сама выручка 2395 рублей 43 копейки. Большая эта сумма или не очень большая? Вопрос, конечно, спорный. Но для начинающего канала, который только что вот я завел, в принципе, мне кажется, сумма нормальная. Тем более, это результат за неделю, а не за месяц. Тем более, здесь были новогодние праздники, которые сильно сказались на доходе. Ну, то есть, в пике, как мы видим, было 686 рублей. Если бы такой результат был каждый день, эх, ну это только мечты. Тем не менее, если был такой результат, это было бы больше 15 тысяч в месяц. Как вывести эти деньги с пульса? Да никак. Эту возможность пока не предусмотрели. То есть, деньги у вас копятся, но снять их пока что нельзя. Это что касается минусов площадки в плане баланса. Но в плане баланса есть один большой плюс, который мне очень-очень нравится. И который прям имеет значительное преимущество в плане, вот если сравнивать с дзеном. Дело в том, что статистика обновляется не раз в день, а постоянно. Ну, просто взгляните, как это классно, как это греет душу. Вот так вот нажимаем обновить страницу, а баланс изменился. Вот, отличный пример. И это не раз в сутки, еще раз повторяю. Это вот раз в несколько часов. Просто отлично. Сейчас, конечно, рано делать поспешные выводы о том, что будет дальше с пульсом. Ну, как бы новая площадка. Еще не всем авторам открыт в нее доступ. Чтобы в нее попасть, нужно написать либо им на почту, либо получить инвайт от тех, кто уже есть на этой площадке. У меня почему-то пока инвайты не появились. Я не знаю почему. Приглашать я никого не могу. Может, это, конечно, связано с тем, что в ближайшее время пульс планирует открыть доступ для всех. И не видит в этом никакой необходимости сейчас, чтобы кто-то раздавал инвайты. Ну, если общий доступ сейчас откроется. С другой стороны, как мне кажется, сейчас на площадке хоть и не очень много, но встречаются какие-то недоделки. Ну, вот взять тот же баланс. Деньги вывести нельзя. Непонятно, куда их можно будет вывести. Непонятно, можно ли будет регистрироваться самозанятым. Я, конечно, мог бы спросить это все у технической поддержки. Но на данный момент это все пока еще не реализовано. И будет ли это реализовано в январе, не очень понятно. Возможно, тем, кто хочет попасть сейчас в пульс, придется немножко подольше подождать. Но в целом, конечно, площадка готова, хотя с некоторыми проблемами я тоже столкнулся. Вот один из примеров. Я решил перенести некоторые статьи из Дзена на свой канал на пульсе. Ну, то есть скопировал их, там исправил ошибки, опубликовал. Пока на этой неделе размечал новые статьи, взял одну уже готовую, тоже с канала, разместил и вдруг понял, что у меня одна и та же статья дублируется на моем канале. Ну, казалось бы, проще простого. Возьми, удали одну и нормально. Но так сделать нельзя. Можно архивировать статью. В Телеграме мне сказали, что это примерно то же самое, что и удалить. Собственно, я архивировал и все, и со спокойной душой пошел гулять. Возвращаюсь, а статья прекрасно крутится. Причем она крутится даже лучше, чем та, которая не архивирована. То есть дубликат крутится лучше, чем старая статья. Я так посидел, подумал, там пару дней прошло. И думаю, если дубликат даже архивированный крутится лучше, там заголовок, кстати, чуть-чуть другой был, то лучше, наверное, заархивировать первоначальную статью, а дубликат наоборот пустить в раскрутку. Собственно, так я и сделал. Тем более, вот эта дублирующая статья, там исправлены были все ошибки. Я ее даже маме отправлял, чтобы она проверила и заголовок там получше. В общем, по качеству вторая статья была лучше, как бы и CTR у нее был лучше. Ту старую я отправил в архив, но она вот продолжает почему-то крутиться. Удалить ее вроде как нельзя, но ладно, что же делать. Постараюсь в дальнейшем не допускать таких ошибок. В целом же мне сам пульс нравится, редактор довольно приятный. Особенно приятно, когда ты обновляешь страницу, а баланс увеличивается. Это больше стимулирует, чем раз в сутки обновлять баланс. Может быть, только с визуальной точки зрения мне некоторые дизайнерские решения не очень нравятся. Ну, то есть цитирование, вот это вот большое выделение, оно как-то, мне кажется, слишком уж громоздко смотрится. Но, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Если не понимаете, о чем я, ну вот примерно вот так вот это выглядит. Вот посмотрите, вот если мы вставляем цитирование, здесь в принципе удобная такая графа для того, чтобы указать источник. Но сам блог довольно большой, на мой взгляд. Но это опять же на вкус и цвет, кому-то может и так нравится. По заработку в пульсе я, конечно, выпущу еще ролики, когда все будет более стабильно, плюс месячный заработок вам покажу. Посмотрим, в общем, что получится из блогерства на этой площадке. Возможно, в скором времени вы и сами сможете здесь зарабатывать. Ну, а всех своих подписчиков я поздравляю с наступившим 2021 годом. Желаю вам успехов, побольше денег, каждому по миллиону долларов, а че мелочиться. Чтобы у вас и на Дзене, и на Ютубе, и на Пульсе, и где бы вы там ни вели свой блог, все получалось. У меня вот интересно совпало, ровно 31 декабря, ближе к 12 часам ночи, я набрал 20 тысяч подписчиков. 20 тысяч подписчиков, я думаю, не предел. Я искренне надеюсь, что может быть в этом году, в 2021, у меня получится хотя бы дойти до 100 тысяч. Многие могут подумать, что я слегка обнаглел, потому что эти 20 тысяч я набрал больше, чем за год. Но подписчики, они ведь такая вещь, могут набираться в геометрической прогрессии. То есть можно первую тысячу набирать чуть ли не целый год, а потом остальные будут набираться гораздо-гораздо быстрее. В общем, успехов вам, успехов мне, пусть этот год принесет только радость и счастье. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok